Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В сети появилось видео обрушения тента ледового катка в Гомеле. На кадрах видно, как под давлением снега шатёр не выдерживает и рвётся. В этот момент на отдыхающих, которые находились на льду, обрушились тонны снежной массы. По словам очевидцев, вдоль борта снега насыпало по пояс. Практически всех, кому посчастливилось оказаться в стороне, поспешили на помощь. Пять пострадавших, среди которых взрослые и двое детей, были госпитализированы. Одна из женщин до сих пор находится в нейрохирургическом отделении Гомельской областной больницы. Следователи проводят проверку. Неподалёку от реки Алла, Жлобинском районе, сотрудники природоохраны задержали вооружённого до зубов лыжника. При себе у мужчины были найдены топор и рыболовная сеть. А при обыске его дома ещё 33 невода, а также взрывчатые вещества, части и компоненты огнестрельного оружия. Сейчас правоохранители выясняют, с какой целью мужчина собрал такой внушительный арсенал. На место вызвана следственная оперативная группа. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2-295 статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь. А также ведётся процесс по незаконному хранению рыболовных сетей. Погорели на распространении клубнички через социальные сети. В речицы в поле зрения правоохранителей попали два парня, которые размещали у себя в аккаунтах порно-ролики. Изготовлением пикантных материалов жители райцентра не занимались. Зато регулярно делали репосты горячих видео ВКонтакте и Одноклассниках, за что им теперь грозит уголовная ответственность. Размещение на личной странице в социальных сетях изображений или видеороликов порнографического содержания, а также пересылка данных видеороликов в сообщениях, влечёт уголовную ответственность по статье 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Накануне в Будокошелёвском районе работники МЧС вытащили из снега застрявший пассажирский автобус. На буксир его взяла пожарная машина. Спасатели не оставили в беде водителя и девять пассажиров автобуса, среди которых было четверо детей. По прибытию спасателей к месту вызова было установлено, что автобус Радимич съехал на обочину и застрял в талом снегу. Спасателями при помощи буксировочного троса автобус был извлечён, после чего продолжил своё движение. Пострадавших нет. Всего 10 сантиметров до опасно-высокого уровня. В Петриковском районе вода продолжает пребывать на пойму. Между населёнными пунктами Лучицы-Хвойня затоплен участок автодороги длиной в 120 метров. Ситуацию с доставкой продовольствия в населённые пункты пока спасает объездная дорога. Жизнедеятельность окрестных деревень не нарушена. Такой обзор происшествий к этому часу. С вами был Руслан Габрилёв. Благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь 4.